На работы здания так называемой новой мэрии на улице Косовской городская власть планирует потратить еще 10 миллионов гривен. Что примечательно, выделение этой суммы из городского бюджета произойдет без тендера с помощью переговорной процедуры. Городские власти планируют потратить на здание новой мэрии, бывший завод Краян, еще 10 миллионов гривен. Об этом со ссылкой на систему государственных электронных закупок Прозора сообщает издание Сберком. Если быть совсем точным, то речь идет о 9 миллионах 846 с половиной тысячах гривен. Как информируют СМИ, согласно объявлению, такое решение было принято, цитируем, в связи с необходимостью проведения дополнительных строительных работ, не указанных в первоначальном проекте, но в силу непредвиденных обстоятельств, ставших необходимыми для выполнения проекта. Надо же, как дивно все складывается для этих господ из мэрии. Сначала нам навязывают многомиллионную ненужную сделку в виде покупки разрушенного завода, потом за наши же с вами деньги начинают его ремонтировать. Начинают и, главное, закончить все никак не могут. Только по самым скромным подсчетам, эта афера городских властей, организованная самим Геннадием Трухановым, уже обошлась нашему с вами бюджетному карману почти в полмиллиарда гривен. И бог знает, во сколько обойдется еще, ибо, как мы помним, в документе четко указано выделение очередного транша на бывший краян связано с непредвиденными расходами. А раз непредвиденные, значит и подсчитать, сколько еще ухнет бездонную яму под названием проект «Новая мэрия» невозможно. С другой стороны, как раз для этих целей бесконечного дерибана бюджета придумана гениальная формула отъема средств по переговорной процедуре. Непредвиденные обстоятельства. На каждом шагоне непредвиденные. По какой причине? Стройки в Одессе ведутся в условиях непрекращающегося стихийного бедствия или дело в хронической слепоте тех, кто не хочет предвидеть, но регулярно планирует последующий перерасход. Мы все знаем о том, что когда фирма выигрывает тендер, это один момент, и второй момент, потом очень часто эта же фирма получает дополнительные деньги уже без тендера, без конкурса. Скажем так, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. И вот сейчас, да, у нас на Прозоро появилась информация о том, что фирма, которая проводит потрясающий дорогостоящий многомиллионный ремонт в «Новой мэрии», получает еще почти 10 миллионов гривен. Уже без всяких конкурсов, без каких-то проблем, да, потому что открылись новые обстоятельства какие-то, которых не было известно изначально, и вот нужно еще выделить почти 9,8 миллионов гривен. Но и это еще не все. Туда же под елочку к Новому году из бюджетного кошелька выделят энную сумму денег компаниям, которые СМИ связывают с Геннадием Трухановым. Речь идет о «Росдорстрое» и «Пикстрое». Точно по такой же схеме получает еще 10 миллионов гривен фирма «Росдорстрой», который принадлежит одному известному одесскому депутату Юрию Шмахеру, ну это тоже не секрет, да, за ремонт развязки возле Пересовского моста, точно так же, да, в связи с еще там вновь открывшимися обстоятельствами. И еще 13 миллионов гривен по такой же схеме получает фирма «Пикстрой», депутата от этой же партии Одесского городского совета Марины Лазовенко по Терраспольской площади и части Преображенской, да. То есть 10, 13 и почти 10, ну неплохо. Приходится констатировать, тщательно охраняемая прокуратура и торжество переговорных процедур в Одессе давно никого не обманывает. Нет, это не торжество коммуникационных технологий и приверженности к мирному урегулированию споров. Переговоры – это почти эфемизм. Новинка в лексиконе барыг и взяточников. Аналогичное позначение термину «договорняк». И от последнего термин «переговоры» отличается только возможностью его использования в официальных документах.